Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжаем изучать душеполезное поучение преподобного Авда Рафея. Дошли мы до поучения 13, которое звучит, называется так, о том, что должно переносить искушение с благодарностью и без смущения. Само поучение я к нему, когда готовился, заметил, что очень важное и очень нужное, востребованное. Но, дай Бог, хорошо донести, постарайтесь понять. Конечно, непростое мы изучаем. Вообще творение, был такой случай, когда Макария Оптинского вызвал к себе епископ Калужский и выговаривал, почему братья плохо изучают семинарские науки. И говорит, там же очень важны и языки, и философия. Старец Макарий говорит, да у нас как-то больше мы лестницу изучаем, а у Дорофея. Ну и архиерей говорит, да, я тоже эти книги читал, только значит, что-то ничего не осталось в голове. Но тогда старец Макарий его смирил так и говорит, эти книги жизнью читаются. То есть, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, конечно, нужно стараться исполнять на деле. Сами можно еще прочитывать и мало-помалу стараться жить такую жизнью, по которой мы рассказываем. Ну, и за меня помолись, чтобы мне тоже так жить. Как говорил первую свою проповедь святитель Авросий Медиаланский, я буду вас учить тому, чему еще сам не научился. Так и мы с вами в такой же ситуации вместе учимся. Итак, поучение 13. «Приятелы» Сказал Авапимин, что преуспеяние монаха обнаруживается во искушениях. Ибо монах, который истинно приступает работать Господеве, должен, как говорит Премудрый, уготовить душу свою во искушение, чтобы никогда не удивляться и не смущаться ничем, случающимся с ним, веруя, что ничего не бывает без промысла Божьего. Хотя тут говорится, конечно, о монахах, но и все христиане, которые сейчас находятся в таком зрелом возрасте, уже могут размышлять, могут видеть, читать, поучаться, спрашивать. То есть, должны понимать, что если мы хотим исцелиться от душевных, духовных болезней, если мы хотим стать рабами Божьими, то не всем это понравится. Есть такие существа, которым очень не хочется, чтобы мы уходили из плена египетского и шли в землю обетованной, даже на небеса обетованной. Поэтому, конечно же, когда мы вооружаемся на борьбу за свое спасение, враг не будет дремать, он тоже будет, как лев, рыкая ходить, ища кого поглотить, и будет всячески вредить. Поэтому и говорит Премудрый, если ты решил работать Господу, а не дьяволу, то приготовься переносить искушение. А в чем промысел Божий, то вполне хорошо и служит к пользе души, ибо все, что делает с нами Бог, делает Он для нашей пользы, любя и милая нас. То есть, говорится, все, что с нами случится, то, что от нашей воли не зависит, все нам может послужить ко спасению. И мы должны, как сказал апостол, о всем благодарите, о всем благодарите благость Его, и никогда не печалиться и не малодушествовать о случающемся с нами. Но все, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренно мудрием и с надеждой на Бога, веруя, как я сказал, что все, что делает с нами Бог, Он делает по своей благости. Любя нас, любя нас и делает хорошо, и что это не может быть иначе хорошо, как только именно таким образом Бог допомилует нас. То есть, говорит Ава Дорофей, что все, что сегодня с нами случается, все ныне День Спасения, в каждую минуту, все Бог устраивает своим промыслом для нашего спасения. И приводит такой пример. Скажем, у нас есть друг, товарищ, в котором мы очень уверены, который нам очень хорошего только желает. Вот. И никогда мы не поверим, что Он нам желает повредить. Тем более, мы должны думать так и о Боге. Но с товарищем, как с человеком, ограниченным все-таки, имеется в виду, он не Бог, случается так, что бывает, он хочет помочь, но не хватает немножко разумения, как это сделать. Вот. О Боге мы так сказать не можем. И если Бог желает помочь, а Он нам всегда желает помочь, то делать всегда это премудро и разумно. И еще, наш товарищ, который нам и хочет помогать, и допустим, благоразумный, и знает, как сделать, но он не всесильный, у него нет неограниченном количестве ресурсов, средств, чтобы нам помочь. Вот. О Боге опять этого мы сказать так не можем. У Бога есть все блага, которыми Он и желает с нами делиться. Так вот. Подведем итог. Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся до нас, и что Ему нет ничего невозможного. Но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, делает для нашей пользы. И должны принимать это, согласно сказанному выше, с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки. Хотя бы, может, это было испорно. Еще вот у Абы Дорофея здесь нет такого примера, но других святых отцов я встречал, что, допустим, мы идем к искусному врачу, который мы знаем очень в силе нам помочь, и нас любит этот врач, и мы ему доверяемся. Хотя многие знают, что не все процедуры приятные, но приходится и уколы потерпеть, и другие всякие процедуры для того, чтобы получить здравие. Мы доверяем врачу. Тем более мы должны доверять Богу, как врачу, наш душ и телес. Вот. Но я сам слышал, здесь Аба Дорофей говорит, случается так, что некоторые скажут, вот, случилось искушение, но вот из-за него, из-за этого искушения я согрешил. Разве так Бог попускает, что я согрешаю? Вот. Если кто в искушении согрешит от скорби, то как может он думать, что они служат к его пользе? То есть, случилось искушение, человек согрешает, и говорит, наверное, это не Бог попустил, это как-то мимо Бога прошло. На самом деле, все, что Бог пропускает, это именно по его воле случается, или по благоволению, или по пущению. А как говорит апостол, что искушает не Бог, а искушаемся мы своими страстями. То есть, бывает такое, Господь творит такие обстоятельства, где проявляется наша душа, но здесь от нас уже зависит, проявим мы страсти или добродетели. Если страсти проявляются, ну, это тоже, с другой стороны, польза. Нельзя их исполнять, но замечать их движение в себе нужно, и нести это на исповедь. Потому только согрешаем во искушение, что мы нетерпеливы, и не хотим перенести малой скорби, или потерпеть что-нибудь против нашей воли. Тогда как Бог ничего не попускает на нас свыше силы нашей. Но мы не имеем терпения, не хотим перенести и немногого, не стараемся принять что-либо со смирением, и потому отягощаемся. И чем более стараемся избежать напасти, тем более мучаемся от них, изнемогаем и не можем от них освободиться. Вы, наверное, многожиды слышали, что когда человек жалуется, ну, скажем, в семье кто-то его обижает, или чаще на работе, в коллективе, или соседи какие-то буйные. Вот. И он в себе видит всякую злобу, которая в нем нарастает из-за этого, и он желает изменить внешнюю обстановку. Ну, то есть уйти с этого коллектива, переселиться от этих соседей, или там развестись кто-то со второй половинкой желает. На самом деле, да, искушения бывают, но они попущены Богом. Для чего? Для того, чтобы человек заметил в себе страсть и занялся ее искоренением. Я недавно говорил, мне понравилась такая фраза одного старца, еще раз напомню, когда один старец заболел, и духовный чадо с заботой, с любовью говорят ему, Батюшка, мы за вас молимся, чтобы вы поправили, чтобы вам было хорошо. Он говорит, не молитесь, чтобы мне было хорошо, молитесь, чтобы я стал хорошим. Это уже, видите, насколько у него духовное видение, по сравнению с видениями его духовных чад, оно такое еще плотское, душевное. Вот. Он говорит, ну, болезнь у меня Божьим промыслом, и я должен использовать это себе во благо, должен исцеляться душевно. Если, вот, для чего эти скорби нужны? Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, оно пройдет без вреда для него, ну, даже с пользой. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, то он только оттягощает самого себя, навлекая на себя искушение, и не получает совершенно никакой пользы, но лишь вредит себе, тогда как искушение приносит большую пользу тому, кто переносит их без смущения. Вот. Ну, видите, обвиняет каждого. Вот. Богословы называют Адама первым детерминистом. Когда Господь сказал, зачем ты согрешил, не сказал ли я тебе, не есть от дерева добра и зла. Он говорит, жена мне дала плод, и я ел. То есть он Богу объясняет, что я вынужден был в этой обстановке так поступить. А обстоятельства сложились таким образом, что да, я съел. Но это виноваты внешние обстоятельства. Жена, которую ты сотворил, дала мне плод, который ты сотворил. Вот она пришла, и я съел. То есть это очень большой грех. Состоянный Адама был не только, что он вкусил запретного плода, но что он не раскаялся и как бы отрекся от свободной воли. Что я, говорит, был вынужден так поступить. И он не позволил, чтобы Бог изменил его. Так люди, которые оправдываются, когда спрашивают, почему так сделал, он называет множество причин, хотя причина в нем самом. И когда он эту самую главную причину свою, что он нерадиво поступил, невнимательно, он ее не открывает, он не кается в ней, а находит ей оправдание, такой человек остается неисцеленным. И весь тот промысел Божий, который Господь готовил вокруг него в этот день, все те люди, те события, те явления, которые Господь приготовил для того, чтобы исцелить душу этого человека, он говорит, что все эти условия меня вынудили поступить греховно. А на самом деле все эти условия были созданы для того, чтобы он увидел в себе эту страсть и победил даже в мыслях ее, и проявил противную этой страсти добродетель, старался ее стяжать, ну, либо хотя бы покаялся в этих помыслах, что не так случилось. Вот то, что я сейчас говорю, это крайне и крайне важно. Это мы сейчас говорим о том, что насколько вредно самооправдание, насколько необходимо покаяние. Это и есть начало исцеления. Человек показывает, Господи, вот так случилось вчера, такие события, что я увидел, что у меня, оказывается, еще такая вот есть страсть. Я думал, я ее уже победил, она, оказывается, у меня есть. Исцели меня, я виноват в этом, никто иной. И поблагодарить Бога за весь тот промысел, за тех людей, которых Он посылал, которые, быть может, нас обидели, и в нас проявляется ответная злоба или злопамятность. И за это все Бога поблагодарить. Ну, а если действительно случилось так, что кто-то против нас согрешил, то надо помолиться за этого человека, который вынужден поучаствовать в Божьем промысле, для того, чтобы в нас страсть открылась. А сам человек тоже повредился, за него искренне надо помолиться. Если даже и страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться, ибо смущаться в то время, когда тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости, и происходит от того, что мы не знаем своего душевного строения и избегаем труда, как сказали отцы. Поэтому мы и не преуспеваем, что не знаем меры наши и не имеем терпения в начинаемых нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Сейчас пока послушайте, я зачитаю, потом поясню. «Ибо чего удивляется страстный, когда его тревожит страсть? Зачем смущается? Ты образовал ее, имеешь в себе ее и смущаешься, принял залоги ее и говоришь, зачем она тревожит меня? Лучше терпи, подвязайся и моли Бога, ибо невозможно, чтобы тот, кто исполнял страсти, не имел от них скорби». О чем тут говорится? Мы сейчас говорили о том, что бывают скорбные обстоятельства. Ну, допустим, кто-то из людей наносит нам скорби. Ну, Авадорофей говорит, с этим разобрались, понятно, это Божий промысел. Но еще есть недоумение. А если это не скорби внешне, а мы видим в себе, что наши страсти проявляются, и от этого слишком смущаемся и скорбим. То есть опускаются руки. Вот, оказывается, я самый плохой, никому не нужный, самый вредный, и человек смущается. А вот Авадорофей говорит, а почему ты смущаешься? Ну, да, действительно, мы находимся в падшем состоянии, есть страсти, не надо смущаться. Надо о них молиться Богу, смиряться пред Богом. И по своим силам, что от нас зависит, нужно бороться с проявлением этой страсти. А те, кто исполняет страсти на деле, то они обязательно будут иметь потом дополнительные скорби. И, ну, вообще, говорят, те, кто какие-то наслаждения желает и получает наслаждение, то взамен обязательно скорбь убудет. Хорошо, если эта скорбь здесь будет, а то накопится так, что здесь человек не успеет поскорбить и за наслаждение будет страдать там уже за гробом, как и евангельский богач, который на вся дне жил светлым. Абасисой говорит, что сосуды их бесовские, сосуды, это имеется в виду некие сокровища, находятся в тебе. То есть нас беспокоят страсти, потому что залоги этих страстей мы сами себе держим. И бесы пришли за своим, то, что им свойственно. И надо отдать эти залоги. То есть стараться не любить даже причины этих страстей, потому что некоторые люди действительно переживают и страдают, что их беспокоит, скажем, плоская страсть. Но, тем не менее, они не воздерживаются от каких-то нескромных песен, шуток, чего-то просмотров. А потом, конечно же, бесы овладевают такими людьми, они сильно смущаются потом. Вникните умом, что я говорю. Прежде чем кто-либо станет действовать по страсти, хотя бы и восставали против него помыслом, он еще в своем горде. Он свободен и имеет себе помощника в Боге. И если он так смирится пред Богом, понесет и госкорби, и искушения с благодарностью, и немного поборется, то помощь Божия освободит его. То есть то, о чем я сейчас сказал. Если видим, что у нас начинают страсти действовать, не надо этому удивляться. Семь отлива мне есть, мы говорим. И в огрессе Харадиме, матья моя. То есть от рождения мы уже склонны к греху. Удивляться не надо, но и попускать действовать этим страстям не надо. Как вот самый эффективный способ борьбы с любой страстью, как святые говорят, повергать свою немощь к ногам Христовым. Господи, Твой есть во спасение. И попытаться понять причины этих страстей. Одна из существенных причин, которые возбуждают все страсти, это превозношение и осуждение других людей. Тут даже и плоская брань восстает. Поэтому надо беречься от осуждения. Если же человек будет убегать труда и предаться плоскому наслаждению, тогда нас есть истинно, и принужденно уведен будет в землю Осириан в плен, и по неволе будет служить им. Тут Ава-Дорофей, кстати, он нередко использует изречение и Ава-Пимена, Ава-Сесоя, и даже иногда говорит из Отечника. Видимо, в то время уже были сборники потеряки. А там приводится не только изречение известных старцев, но также просто говорится, один старец сказал, или великий старец сказал. Ну и вот Ава-Дорофей тоже приводит. Повествуется также, что ученика великого старца постигла плоская брань, и старец, видя труды его, ну то есть что-то человек терпит, мучится, страдает, сказал ему, хочешь ли я помолюсь Богу, чтобы он облегчил тебе сию брань? Ну ученик отвечал, хотя и тружусь, ну то есть страдаю от этого, и несу дополнительные подвиги, видимо, больше постился, больше бдения совершал. Он говорит, хотя и тружусь, отче, но вижу себе плод от этого труда. Ну то есть все-таки я вижу, что я смиряюсь, стараюсь никого не осуждать. Вот. Итак, лучше моли Бога, чтобы он дал мне терпение, то есть чтобы не освободил мгновенно от страсти, а чтобы дал терпение. Как-то рассказывали, отец Наума у одного ученика своего спросил, попроси, что хочешь, я у Бога выпрошу для тебя. Вот. Тот говорит, помолите, чтобы у меня не стало ни одной страсти, чтобы стать бесстрастным. Ну, отец Наум тогда за это все-таки укорил, его говорит, это тебе не поможет, навредит, потому что ты возгордишься сразу. То есть, видимо, нужно и гострасти это нести, чтобы смиряться. Старец сказал этому ученику, теперь я познал, что ты преуспеваешь и превосходишь меня. То есть сам даже перед ним смирился и говорит, ты мудро отвечал, что не надо просить мгновенного исцеления, надо просить, чтобы Господь дал терпение, чтобы он помогал побеждать эту страсть, чтобы нам за время этой борьбы смирить свое сердце. Ибо когда человек будет подвязаться с усилием против греха и начнет бороться и противострастных помышлений, возникающих в душе, то он смиряется, сокрушается, подвизается и, очищаясь мало-помалу скорбями подвигов, приходит в свое естественное состояние. Естественное состояние – это состояние бесстрастия. Это первая стадия святости. Еще раз повторю. Когда человек будет подвязаться с усилием против греха и начнет бороться и против страстных помышлений, чтобы не было залога даже страстей в нашей душе, возникающих в душе, то он, что делает? Смиряется, сокрушается, подвизается, и, очищаясь мало-помалу скорбями подвигов, приходит в свое естественное состояние, то есть в бесстрастии. Ну, такое бывает тоже, когда один от кем-то превозносится, допустим, кто-то осуждает кого-то, а потом на самого нападает та же страсть, и он уже думает, брат, ты мой, лучше уж никого не осуждать, чтобы не терпеть такой брани. И, кстати, в житии старца Паиси рассказывается такой случай. Он уже, когда был подвижником, известным к нему приходили люди для совета, за молитвой, и одно время он жил же на материке, около Салонников, и к нему приходила его одноклассница для духовной беседы, за молитвой. Он с ней общался, а потом на нее, не то, что наклеветали, но стали говорить старцу, вот, что толку она к тебе ходит, на самом деле она вот такой тяжкий, греховный образ жизни ведет. Вот, видимо, она как-то невоздержанно жила, нехорошо. Вот, и старец, как сказать, даже в следующий раз встретил ее грубыми словами и прогнал, говорит, что ты толку ко мне ходишь, сама не исправляешься, все, иди отсюда. И прогнал. Ну, и вот она ушла. И потом старец Паиси говорит, как поднялась брань плотская, не знал, что делать. Стал мучить свое тело постом великим, поклонами, бдением, ничего не помогало. Так сильно брань была. И он говорит, я уже пошел в горы забраться, чтобы мне лучше пусть звери расстрязать, чем согрешить даже помыслом. И когда поднимался, пришла эта мысль, что видишь, какая бывает тяжелая брань, и как эта бедная женщина страдает, а ты превознесся на ней. Вот. И прогнал ее безжалостно. Так что знай, какие бывают страсти, скорби у людей, и с жалостью относись к ним. Такой он урок получил. То есть еще дополнительно смирился. Вот. И видите, ему на пользу пошла вот эта брань. При правильном подходе видите, польза бывает какая. Итак, поучение такое. Итак, когда прозябаю в душе страстные помышления, тогда проникают, то есть познаются все делающие беззаконие, то есть страсть, якогда потребятся век веков, ибо когда страсти сделаются явными для подвязающихся, тогда они истребляются ими. То есть говорится о том, что посредством Божьего промысла складывается вот так наш день рабочий, что нас может быть кто-то укорил, может кто-то обозвал, даже несправедливо бывает, и в нас такие бывают злоба просыпается, раздражение, гнев, и мы начинаем видеть, познавать свою немость, что мы очень люди страстные. Вот. В общем, стараться, чтобы эти страсти не проявлялись, но если они проявляются, тогда или хотя в мыслях нас тревожат, тогда надо идти наиспить и каяться в этом. Таким образом, страсть это побеждается. А если не будет никаких искушений, человек будет думать про себя, что он, в общем-то, неплохой уже, в общем-то, хорошо, как бабушки некоторые говорят, грехи есть, они говорят, нет, а я дома сижу, никого не трогаю, ни с кем не ругаюсь, потому что нет никого, поэтому не ругаются. Или как есть немецкая пословица, чем выше забор, тем крепче дружба между соседями. То есть, когда нет искушений, вроде и все хорошо, все друг друга любят. Дальше Авадорофей приводит пример из Ветхого Завета, когда были сыны Израилева, евреи в Египте, он заставлял их делать кирпичи, а этот труд связан с тем, что человек все время смотит землю, то есть, такой приземленный становится, чтобы не думал о чем-то духовном, чтобы свои очи не понимал к небу. И израильтяне из тех кирпичей построили фараону три города, Пифон, Рамесин и Иллиополь, солнечный город. Это суть сластолюбия, славолюбия и сребролюбия, от которых происходит всякий грех, на прошлой лекции мы говорили. Когда же Бог послал Моисея извести их из Египта и рабства фараонова, то фараон еще более обременил их работы и говорил им, вы праздные, поэтому и говорите, пойдем приносить жертву Богу. И это пример для нас. Мы знаем, что в Ветхом Завете очень много действительно исторических фактов есть, но они служат примером для нашей духовной жизни. Дьявол, когда видит, что Бог умилосердился над душой, готов ее помиловать и облегчить ее под бремень страстей словом своим или через какого-либо из рабов своих, то есть духовников, тогда дьявол более тягощает ее страстями и сильнее борет ее. Это очень и очень важный момент, когда человек только обратится к Богу, в взрослом состоянии, скажем, обратился к Богу, пришел к вере, начал ходить в церковь. Сначала легко, вы знаете, первый этап, Господь дает благодать, и все для него кажутся добрыми, и стоять на службах легко, но потом человек начинает бороться такие страсти, и он говорит, я стал хуже, чем был, вот я был светским человеком, я таким хорошим, в общем-то был, а здесь всякая злоба просыпается, потому что дьявол усиливает брать, бояться тоже этого не нужно, даже если совершаются по нашей вине падения, то надо восставать, не отчаиваться, вот, а когда Бог через Моисея стал наказывать фараона, то фараон говорит, ладно, идите в пустыню, принесите жертву Богу, но пусть ваши волы и овечки остаются здесь, в Египте, тем самым он хотел, чтобы они вернулись, так и дьявол тоже говорит, но если хочешь идти в храм ходи, только все твои помышления пусть останутся плоскими, земными, греховными, а фараон отвечал, Моисей так отвечал фараону, нет, но и ты сам еще дашь все сожжения и жертвы, чтобы мы сотворили Господу Богу нашим, и скот наш пойдет с нами, не оставим и копыта даже тебе, то есть так и люди, которые решаются ходить в храм, должны, конечно, стараться, чтобы такого мирского, греховного, ничего у них не осталось, иначе это как ниточки будут, за которые дьявол будет тянуть их обратно в греху, в греховную страну, Бог, хотя бы привезти их в землю обетованную, где бы, так, сперва привел их в меру, где народ скорбел, не находя, что пить, ибо та вода была горька, и уже после этого привел их в землю обетованную, так и душа, когда перестает исполнять грехи на деле, впадать в самые тяжкие, и перейдет мысленное море, то есть, станет, захочет быть верующим человек, сперва должна потрудиться, такая душа, в подвигах и многих скорбях, и так через скорби войти во святой покой, поэтому и не надо удивляться, что люди, которые начинают в храм ходить, потом их мучают страсти, скорби, надо через это пройти, чтобы войти в землю обетованную, у нас даже небеса обетованные, потому что, опять сравнение с природными явлениями, Авадорофей говорит так, скорби привлекают к душе милость Божью, подобно тому, как ветры наносят дождь, и дальше, и как продолжительный дождь, действуя на нежное растение, производит в нем гниение и портит плод его, а ветры постепенно осушают и укрепляют оное, так бывает и с душой, нерадение, беспечность и покой расслабляют и рассеивают ее, искушение же, напротив, скрепляют и соединяют с Богом, как говорит пророк Господи, скорби поминухом, тя, ну то есть, если мы, люди, многие желают покоя, чтобы их никто не трогал, максимально огордиться от всех, это неправильная позиция, это получается консервация всех страстей, и человек проживет так на земле сколько-то десятков лет, потом умер, и там он уже увидит свои страсти и свою неготовность жить с Богом, вот, а мы с вами давайте доверять Богу, Божьему промыслу, вот, пусть он что желает сотворить с нами по своей милости, вот, и будем терпеть все, но самое главное исправляясь, посему-то, как мы сказали, нам не должно ни смущаться, ни унывать в искушениях, но надо надо терпеть и благодарить в скорбях, и всегда молиться Богу со смирением, чтобы он сотворил милость с немощью нашей и покрыл нас от всякого искушения во слава Его, ибо ему подобает слава, честь и поклонение во веки, аминь. Нередко бывает, что человек, помните, как евреи говорили Моисею, ну что мы вышли из Египта, вот ходим по этой пустыне, даже воды тяжело найти и мяса хочется, а вот в Египте значит мы ели мясо, котлы были у нас, ели мясо, так и люди, которые работают Богу, как бы стали верующими, в церкви даже трудятся, все время у них такая мечта уйти опять в мир, уехать, уйти, это дьявол так делает, чтобы они отошли от своего подвига, вернулись в ту страну, которая страна рабства. Ну, уж не знаю, насколько получилось изложить, надеюсь, понятно, а я вот, как говорится, пока вам объяснял, сам понял. Бывает тогда, ну что ж ты такой, я тебе сколько объясняю, я уже сам понял даже, пока тебе объяснишь. Недаром же говорят, молодыка, что если хочешь чему-то научиться, начни учить других этому. Да, вот мы с вами этим и занимаемся. Отцы, благодарю всех, желаю всем Божьей помощи в прохождении пути, то, что мы сейчас проходим теоретически, надо на практике обязательно проходить, иначе не спасемся, зачем жить тогда. Поэтому, ну, с одной стороны, это тяжелое дело спасаться, с другой стороны, когда мы как дети Богу доверяемся, то это все несложно, доверяемся, и Господь сам нас несет. И не только вам желаю, но и прошу ваших молитв, чтобы и мне тоже немножко продвигаться. Божья помощь! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи!